И так, если у вас есть Библия, можете открыть вместе со мной последняя страница Библии, последние слова, заключительные слова, которыми Бог подводит черту под временем, 22-11 стих. «Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще». Проповедь называется «Реки воды живой». Согласно данной констатации, подлинное творчество, правда выраженное в ежедневном освящении, как мы видим, призвано протекать в течение всей жизни, доколе мы не облечемся в нетлении. И сегодня такому порядку освящения по происку сил тьмы брошен вызов в процессе трехдневного энкаунтера, который с легкостью заполнил пустоту, образовавшуюся от крайнего невежества в отношении учения о порядке освящения. В Писании творчество правды, являемое в освящении, определяется реками воды живой или сильным потоком правосудия, призванным по словам Христа вытекать из чрева тех святых, которые ежедневно пьют святой дух, как воду жизни. То есть ежедневно освящаются, ежеминутно, ежесекундно. Амоса 5.24 «Пусть, как вода течет суд, и правда, как сильный поток». Дисциплина такого освящения, являемая в сильном потоке правосудия, сокрыта в Писании и в учении о благочестии, при изучении которого мы становились на формате показания Христа ангелам. «И беспрекословно великое благочестие тайно Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелам». 1 Тимофея 3.16 «А сделать известную начальством и властям на небесах многоразличную премудрость Христа мы можем только при условии, когда реки воды живой, вытекающие из нашего чрева, являются сильным потоком правосудия, выраженным в освящении». Порядок освящения, который является в благочестии, включает в себя четыре последовательных действия, которые находятся друг в друге, вытекают друг из друга и удостоверяют друг друга. Это отделение, это очищение, это помазание и это посвящение. Именно в этих четырех действиях заключается суть самого освящения. «Рассмотрев в определенном формате действие отделения от душевного порядка жизни в пользу порядка духовного, что отражено во многих местах Писания, таких, например, как Луки 14.33, «Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». То есть отделение от всего в пользу быть учеником Христовым. Псалом 44.11.12 «Слыши черь, то есть слушай дочь, и смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего, и возжилай, царь, красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему». То есть здесь мы также видим отделение от чего-то для того, чтобы приобщиться к чему-то. Мы обратились к рассматриванию последующего действия в освящении, которое выражается в процессе очищения. Предметом очищения в освящении самого себя, как жертвенника Господня, по Писанию является дух, душа и тело. 1 Фессалом 5.23 «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Да, осветить, то есть процесс освящения. Порядок освящения от всякой скверной плоти и духа призван протекать в правовом поле четырех неизменных дисциплин, которые обуславливают инфраструктуру Царства Небесного. Это в зависимости от места, которое избирает Бог. Это в зависимости от знамения времени, которое указывает Бог. В зависимости от устава, который поставляет Бог. И в зависимости от силы Святого Духа. Средством же для очищения от всякой скверной плоти и духа в Писании представлены семь дисциплин, семь истин, семь обетований. Истина о крови, истина о кресте, истина о воде, истина об елее, истина о духе суда, истина о духе огня и истина о духе молитвы. Эти семь истин призваны служить средством очищения. При всем этом следует учитывать, что все эти истины или все эти семь средств работают только в составе друг с другом и не призваны функционировать независимо друг с другом. То есть это не значит, что мы можем использовать что-то одно. Мы можем использовать все вместе. Просто мы можем изучать отдельно одну истину, потом другую, но задействуются они в очищении все вместе. «Разрешающей же силой или юридическим правом для очищения от всякой скверной плоти и духа является прощение грехов. Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». 1 Иоанна 1,9. То есть для того, чтобы очистить нас, необходимо вначале простить. Простит и очистит, оправдает. Для того, чтобы оправдать, необходимо вначале простить. Прощение – это невзыскание долга, в то время как очищение – это оправдание, выраженное в невменении греха. 2 Коринфянам 5,19. «Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Для меня в свое время это местописание просто взорвало, сбросило с меня цепи и вывело на свободу. Ведь дьявол постоянно за прошедшие наши грехи пугает нас, и постоянно вот этот комплекс недостоинства, что все-таки я когда-то сделал, и сколько ты не молишься, и сколько ты не исповедуешь, а все равно вот это чувство преследует. До тех пор, пока Дух Святой не открыл по-особому и не запечатлел в моем сердце, что Бог не вменяет людям. Ведь вменять и не вменять – это две большие разницы. То есть не вменяя, то есть полностью убирая из своего сознания, как другие места Писания, бросая в бездну забвения или удаляя наши грехи, как восток от запада. Основанием же, призванным служить для прощения грехов, является покаяние, выраженное в исповедании грехов, что мы также находим в этом месте Писания. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши, очистит нас от всякой неправды. Простить грехи и очистить человека от греха, согласно Писанию, означает возвратить человека в первозданное состояние. Не имеется в виду первозданное, то есть в Адама Первого, а первозданное имеется в виду состояние Христа. Отпустить на свободу, развязать путы, расторгнуть ярмо, не взыскивать долга, не вменять преступления, очистить от всякой инородной примеси, изгладить из памяти факт имеющегося греха, наделить прежними полномочиями, то есть полномочиями Христа, восстановить права на вхождение в присутствие Господня, то есть Бог посадил нас вместе со Христом одесную престола величия, рядом с собою, по правую сторону, возвратить утраченные права на наследие Христа и Бога. В результате такого очищения мы будем исцелены от того вида или того рода болезни, которая являлась результатом нашего греха. Результатом разного греха может быть разная болезнь. Луки 5, 20-25. «И он, видя веру их, сказал человеку тому, «Прощаются тебе грехи твои, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он тотчас встал пред ними, взял на чем лежал и пошел в дом свой славя Бога. В данном повествовании, как мы уже отмечали, сделано ударение не на вере, а на прощение грехов через веру и поверье, то есть исцеление приходит через прощение грехов. Если не будет прощения грехов, не будет и исцеления, поэтому Христос сделает ударение на прощение. «Прощаются тебе грехи твои, ты поэтому исцеляешься за счет прощения». А люди берут веру, применяют к исцелению, а здесь вера применяется к прощению грехов. «Прощаются тебе грехи твои, цена, которую нам следует платить, за право задействовать имеющиеся семь средств, семь обетований, семь истин для очищения, содержатся в достоинстве ученика и в ежедневной плате за ученичество. Так как, согласно Писанию, все эти семь средств во Христе и Иисусе в предмете семи обетований, отданы в распоряжение Святого Духа и делегированной власти Бога». 2 Коринфянам 1, 20. «Ибо все обетования, как эти семь, так и остальные, все обетования Божьи в нем, то есть во Христе Иисусе, да, и в нем, аминь, в славу Божию через нас». То есть дети Божьи могут наследовать эти обетования только при наличии вот этого конкретного закона. Мы в формате очищения, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, уже рассмотрели первые две истины или первые две составляющие – истину о крови и истину о кресте, и остановились на рассматривании истины о воде, которая, как и две предыдущие, призвана участвовать в процессе нашего очищения, чтобы очищать наш дух, душу и тело, и таким образом показывать Христа ангелам. Согласно Писанию, как мы помним, вода как средство для очищения по своей сущности является начальной средой и исходным материалом, из которой Словом Божьим были составлены небеса и земля. В начале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою. 2 Петра 3, 5. Интересно, что вся видимая вселенная составлена из воды и водою. То есть вода – это было и средство, и было орудие из воды и водою. То есть все планеты, которые мы видим, были созданы из воды и водою. И все находились в воде. Весь космос, который мы видим, это все была вода. Потом в этой воде и из этой воды были созданы все светила, сама земля. И потом только Бог взял и отделил воду и убрал ее. На земле Он ее куда-то поместил, дал в местилище. На других планетах видно, что когда-то была вода, но почему-то ее сейчас там нет, и эти планеты не приспособлены для жизни. Там нет атмосферы для жизни человека. Учитывая же, что видимый мир был сотворен по образу мира невидимого, следует, что вода, но только иного порядка, также являлась начальной средой и исходным материалом и инструментом, из которой Словом Божьим был создан невидимый мир. Евреям 11, 3. Верую познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое. Еще раз повторяю, невидимое – это не ничто. Это только то, что мы не можем видеть, но оно реальное, вечное, а видимое – временно. В Писании, как нам уже известно, под водой. Имеется в виду истина, выраженная как в учении, которое сокрыто в Священном Писании, так и истина в самой личности Бога, которой есть истина. В Писании подтверждается, что Бог Отец есть истина, что Сын Божий есть истина, и что Дух Святой есть истина, и что Слово Его есть истина, учение Его есть истина. А, следовательно, роль воды во взаимоотношениях Бога с человеком и человека с Богом призвана быть многозначной, многочастной, многогранной и многофункциональной. Однако, в силу того, что мы рассматриваем истину на воде как дисциплину освящения, то мы стали рассматривать ее строго только в том формате наших отношений с Богом, в которых она призвана служить для нас средством очищения от греха, потому что она участвует буквально во всех сферах, но мы ее рассматриваем именно в формате очищения от греха. В Писании существуют, как мы знаем, различные виды и степени греха, а также и различные способы приготовления очистительной воды. Мы с вами уже рассмотрели один из видов приготовления очистительной воды, призванной очищать нас от греха, который является уставом закона вечного. Это пепел рыжей телецы, смешанный с живой водой. Под пеплом рыжей телецы подразумевалась мертвость Иисуса Христа, которую мы призваны постоянно носить в своем теле, а под живой водой подразумевалась истина жизни Христа, выраженная в учении воскресения, которое также призвано Богом открываться в нашем теле. 2 Коринфянам 4,10 Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. В старозаветном служении брался глиняный сосуд, в него бросалась щепотка пепла рыжей телецы, то есть рыжая телеца приносилась в жертву и сжигалась полностью. Этот пепел хранился вне стана, и жертвник, на котором она сжигалась, также был вне стана, о котором Павел сказал, мы имеем жертвник, от которого не имеют права питаться служащие скинии, и так выйдем к нему за стан, нося его поругание. Вот там, на этом жертвеннике из 12 камней на чистом месте за Иерусалимом, сжигалась телеца в присутствии священника, рыжая телеца, и потом пепел тоже там сохранялся, и когда нужно было очищать человека, его выводили за стан, брали глиняный сосуд, бросали туда щепотку пепла и выливали, значит, туда живой воды. А затем нехто чистый опускал из соп в воду, поднимал его оттуда и кропил на нечистого, и нечистый становился чистым. В новозаветном служении чистыми, которые призваны кропить нечистых, является та категория святых, которая входит в состав пятигранного служения, ибо все обетования Божьи в нем да, и в нем аминь, в славу Божию через нас. Именно они уполномочены Богом прощать грехи человеку и оставлять грехи на человеке. Иоанна 20, 21, 23. Иисус же сказал им вторично, это говорит о том, что эта мысль повторяется дважды. «Мир вам, как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказав это, Дунул и сказал, «Примите Духа Святого, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Причина, почему ученикам было дано такие полномочия, заключается в том, что Иисус сказал, «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». То есть полномочия те же. Христос уходит и полномочия, потому что сам Христос тоже был представителем делегированной власти. Он не был Отцом. Он представлял власть Отца. Следовательно, Он тоже был делегированной властью. Дух Святой – это тоже делегированная власть. Но все это в конечном итоге, мы знаем, придет время, когда устранится, и все во всем будет Бог. И Сын уже не будет, не Святой Дух, все во всем будет Бог. Мы напрямую будем общаться с Богом, но это будет только в будущем, когда Бог создал с новой неба и новую землю, и переселит туда свой избранный народ, будет обитать с ними, и уже не нужно будет никакой делегированной власти ни для кого на новом небе, на новой земле. Каждый будет напрямую видеть Отца и общаться с Отцом. Чтобы подтвердить эту мысль, Матфея 16, 18, 19. «Я говорю тебе, ты, Петр, и на семь камней я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Опять мы видим, что Петр – это человек, и, разумеется, функции Петра передавались ему подобным людям. Это группа определенных людей, которые в Писании называются апостолами, пророками, вчителями, евангелистами, пастырями. Это они обладают правом связывать и разрешать. Однако в Писании вот эта мысль, что свяжешь на земле, в оригинале звучит вот так. «И что ты свяжешь на земле, то к тому времени будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то к тому времени это будет разрешено на небесах». То есть практически мы не можем связывать на земле то, что прежде не связано на небесах. Поэтому эти люди должны быть очень близки к Богу, чтобы, во-первых, действовать по Писанию и в духе понимать, знать, получать какое-то внутреннее откровение, что то, что сейчас они провозгласят или свяжут, уже Бог связал на небесах. Но для того, чтобы оно пришло на землю, надо, чтобы Его эти люди только провозгласили. Ведь на самом деле Бог через людей это все делал. И в Старом Завете Он говорил пророку, «Сын человеческий, незрень фараона и войска его в преисподнюю». И до тех пор, пока и Зекиили, или Иремия, или другие пророки, которым давались такого рода повеления, не вставали, не говорили, «Во имя Бога Израилева, я низвергаю фараона и войска его в преисподнюю», ничего не происходило. Только после того, когда человек услышит от Бога, что Бог там связал и провозгласит, только тогда это начинало происходить. Назначение очистительной воды, приготовленной на основе пепла рыжей телицы, как мы знаем, использовалось для посвящения человека в собственность Бога, чтобы он мог входить в присутствие Господня. Именно этой очистительной водой укропили на людей, которых посвящали в священство. И, во-вторых, для очищения человека от прикосновения к мертвому телу. Если человек прикасался к мертвому телу, к мертвой кости, воины, когда воевали, Бог давал им победу, то они становились нечистыми, не могли входить в стан. И для того, чтобы воина очистить от прикосновения к мертвому телу, их укропили вот этой очистительной водой А также просто тех людей, которые соприкоснулись с мертвыми родственниками или знакомыми, и они становились нечистыми по решению закона, и для того, чтобы они стали вновь чистыми, их надо было окропить очистительной водой с пеплом рыжей телицы. Как мы знаем, в заветном служении под мертвым телом, которое оскверняло и делало человека нечистым, кто к нему прикасался, подразумевался святой человек, который сознательно трансформировался в нечестивого, то есть умер для Господа, а нечистыми тех, кто сознательно или несознательно соприкасался или общался с нечестивым. В стартоветном служении, чтобы Бог мог находиться среди стана своего народа, Моисею было дано повеление, числа 5-2, повелись и нам Израилевым выслать из стана всех прохоженных и всех имеющих истечения и всех осквернившихся от мертвого. Поэтому следующий способ приготовления очистительной воды, который мы начали рассматривать, это тот способ, который призван был очищать человека от поразившей его проказы. Но в данном случае очистительная вода приготовлялась несколько иным путем, где использовались две горлицы заместо пепла рыжей телицы. Одна заколалась над глиняным сосудом живой водою, а другая живая, омачивалась кровь заколотой птицы над живой водою, к ней привязывался кедр и соп и червленая нить. И вместе с этим она опускалась, то есть она омачивалась в крови птицы в этой воде и потом ее отпускали в поле. И после этого вот этой водой крапили на прокаженного и он очищался. Разница же между мертвым, под которым подразумевается человек нечистивый, и прокаженным, под которым подразумевается человек нечистый, состояла в том, что грех нечистивого, то есть умершего, невозможно было очищать, так как средства для очищения призваны были Богом только для живых. Евреям 6, 4, 6. Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого и вкусивших благого глагола Божия из сил будущего века и отпадших. Опять обновлять покаянием, когда они снова распинают себе Сына Божия и ругаются Ему. То есть вот такая категория людей, их уже невозможно обновлять покаянием, они не имеют прощения ни в этом, ни в будущем веке. В то время как проказу, которая является также символом греха при определенных условиях, очищать было можно, так как, несмотря на проказу, человек все же оставался живым для Бога. Мы с вами изучили причину проказа Неймана. Мариам, сестры Аарона и Моисея и иудейского царя Озии, который вошел для того, чтобы ходить, не имея на это полномочий. И мы ответили, что причина, по которой святой человек мог делаться нечистым из-за поразившей его проказы, заключалась в трех вещах. В отказе пребывать в крещениях, что было с Нейманом, в неправомочном суде, что произошло с Мариам, она не имела права судить власть, которая стояла над нею. И в служение, к которому Бог нас не призывал, как царь Озия, не будучи призванным на это род служения, вошел и стал кодить. Следующее назначение очистительной воды, приготовленной на основе двух горлиц, то есть двух диких голубей, призвано было очищать дом, в котором живет человек от имеющихся на стенах этого дома проказы. И чтобы очистить дом, это написано Левитом 14, 49-56, и чтобы очистить дом, возьмет он две птицы кедрового дерева, червленую нить и сопа, и заколет одну птицу над глиняным сосудом, над живой водою, и возьмет кедровое дерево и сопа, червленую нить и живую птицу, и омочит их в крови птицы заколотой и в живой воде, и покропит дом семь раз, и очистит дом кровью птицы, и живою водою, и живою птицею, и кедровым деревом, и сопом, и червленую нитью. Видите, все эти атрибуты, составляющие участвуют в очищении. И затем пустит живую птицу вне города в поле, и очистит дом, и будет чист. Вот закон о всякой язве проказы, и о паршивости, и о проказе на одежде, и на доме, и об опухоли, и о лишаях, и о пятнах, чтобы указать, когда это нечисто и когда чисто. Мы уже с вами знаем, что наличие кедра – это доказательство праведности Божией в нашем сердце, или отсутствие беззакония в нашем сердце. То есть, можно согрешать при отсутствии беззакония в своем сердце. Притом, страшными грехами можно согрешать при отсутствии беззакония в своем сердце. Псалом 65, 18. «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь». Эти слова Давид произнес после того, когда совершил грех прелюбодеяния и убил мужа Версавии. То есть, обратите внимание, кровопролитие и все. И тем не менее, этот грех не был, то есть, внутри его, он не пришел изнутри, он пришел извне. И он говорит, «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, если бы оттуда это вышло, не услышал бы меня Господь». Отсутствие беззакония – это состояние, обретаемое человеком при рождении свыше или рождении от Бога. То, что рождается от Бога, там нет греха. 1 Иоанна 3, 9. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семья его пребывает в нем, в этом, в рожденном от Бога, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Наличие Иссопа, призванного быть орудием открапления – это исповедание своими устами веры сердца. Крапить – это говорить, исповедовать. Римлянам 10, 9, взятое из старозакония. «Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». Наличие черленой нити – это доказательство нашей принадлежности к роду Бога или доказательство того, что мы народ святой, люди, взятые Богом в свое дело. Это доказательство своей праведности, доказательство, что мы святые. Это то единственное правовое поле, как мы отмечали, в котором может происходить законное взаимоотношение человека с Богом и Богом с человеком или со святым человеком. Галатам 3, 13, 14. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано проклят всяк, висящий на древе. Дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного духа верою». То есть, все, что дано было Аврааму, для того, чтобы получить и стать сродником Авраама, нужно было получить это через Христа Иисуса. И я напомню, что евреем человек становился не по роду Авраама, а по обрезанию. Это единственный удивительный народ, который считался не по крови родственникам, друг к другу, а по обрезанию. Если человек не обрезывался, хотя он был это Авраама, то он истреблялся из своего народа и не считался родом Авраамова. То есть, вообще, потрясающая вещь, которую невозможно вместить разумом. Обычно весь народ является национальностью по крови, передается. Здесь же передавалось не по крови, а по отношению к Богу. Вот если у человека есть отношение с Богом, скрепленное заветом, который тогда был в обрезании, тогда он считался израильтянином. И если же этого не было, он считался язычником. Его называли этот необрезанный язычник, несмотря на то, что он рожден от Авраама. Но если язычник обрезывался, Писание говорит, нужно относиться к нему как к природному израильтянину. Любой человек, который обрежется, закон говорил, он становился израильтянином. То есть, даже в Старом Завете мы находим, что принадлежность к роду Божию не была связана человеческой кровью, а была связана отношением человека к Богу. Насколько он близок к Богу, принял ли он Бога Израилева и заключил ли с ним завет. Поэтому через Иисуса Христа мы получаем, то есть, вот этот род Авраама, мы присовокупляемся к роду Авраама. И так встает вопрос, что нам следует подразумевать под стенами дома, на которых может проявиться проказа. Во-вторых, каким образом следует обнаруживать или определять проказу на стенах дома, в котором мы живем. И в-третьих, какие условия необходимо выполнить, чтобы стены дома, в котором мы живем, могли быть очищенными от проказа, если вдруг она там проявилась. Под стенами дома в Писании подразумевается состояние человека, выраженное восприятие ценностей и убеждений, которые, по сути дела, являются атмосферой нашего бытия. То есть, вот, что является для нас ценностью, как мы воспринимаем ценности, что является ценностью, каковы наши убеждения, это является среда нашего обитания, где мы живем. Это и является практически образно стенами нашего дома. Песни-песни 8.8.10. Есть у нас сестра, которая еще мала, и сосов нет у нее. Что нам будет делать с сестрой нашу, когда будут свататься за нее? Если бы она была стена, то есть, это говорит о том, что вот в таком состоянии она еще во младенчестве, она не может быть стеною. Если бы она была стена, то мы построили бы на ней палаты из серебра. Если бы она была дверь, то мы обложили бы ее кедровыми досками. И вдруг кто-то восклицает, я стена, и сосцы у меня как башни, потому я буду в глазах его, как достигшие полноты. В данном случае младенчество это отсутствие истинного понимания об искуплении. Серебро это цена искупления. А следовательно и отсутствие подлинной праведности, выраженной в кедровых досках. Потому что праведник цветет, как пальма, возвышается подобно кедру на ливане. В то время как стена, которая обладает подобными составляющими, определяется достижением полноты или совершенством. Я буду в глазах его, как достигший полноты. А в Акума 2.1 говорится, на стражу мою стал я ночью на башне, чтобы наблюдать или узнать, что скажет он во мне и что мне отвечать по жалобе моей. То есть, люди, имеющие стену, это люди, которые понимают Бога, слышат Его голос, могут стоять на страже, но эта стена может быть прокаженной, в ней может вдруг внезапно проявиться пятно проказы. Поэтому под проказой на стенах дома подразумевается элемент младенчества, а под причиной проказы, откуда он появляется, наличие идолов. Младенцы всегда имеют идолов, только они не понимают, что это идолы. И если эти ценности и убеждения неверны или несовершенны, то есть, в которых мы общаемся, а у младенца не всегда неверны и несовершенны, то есть, они не соответствуют истинному вероучению, то на стенах нашего дома обязательно проявится проказа. Как только в нашей жизни что-то становится первостепенным по отношению к Богу, эта область поражается проказой. Это может стать муж, жена, дети, церковь, друзья, работа, что угодно, дары Святого Духа, помазание, благословение, материальные блага, которые мы найдем. Как только они по отношению, во взаимоотношениях Бога становятся первостепенными, это является проказой. А становится оно первостепенным только у тех людей, у которых проявляются элементы младенчества. Они не младенцы, они уже понимают Бога, но вот эти элементы младенчества. Второзаконие 6, 10, 15. Когда же введет тебя Господь Бог твой в землю, которую Он клялся отцам твоим Аврааму, Исааку, Иакову, дать тебе с большими и хорошими городами, которых ты не строил, и с домами, наполненными всяким добром, которых ты не наполнял, и с колодезями, высеченными из камня, которых ты не высекал, с виноградниками и маслинами, которых ты не садил, и будешь есть и насыщаться, тогда берегись, чтобы ты не забыл Господа, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Господа Бога твоего бойся, и Ему одному служи, и Его именем клянись. Не последуйте иным богам, богам тех народов, которые будут вокруг вас. Ибо Господь Бог твой, который среди тебя, есть Бог-ревнитель, чтобы не воспламенился гнев Господа Бога твоего на тебя, и не истребил Он тебя с лица земли. В данном случае под землею, в которую нас сводит Господь из дома рабства, является выход из состояния младенчества или душевности в состояние совершенных лет или в состояние духовности. Ефесянам 4, 11, 14. И Он, то есть Бог, поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения. То есть, вот это пятигранное служение поставлено Богом для того, чтобы вывести людей из младенчества к совершению, для совершения, для созидания тела Христова. То есть, люди не могут сами прийти по себе к совершенству, и не могут они быть созидженными в тело Христова. Далее говорится, «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия в мужа совершенного в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения». То есть, из этого места Писания мы видим, то есть, что Бог практически призывает нас к совершенству. И для этой цели, чтобы мы стали совершенными, освободились от элементов младенчества, потому что младенчество обязательно вызовет, что проявится проказа. Бог до времени может с этим как-то мириться. Когда Израиль вошел в эти домы, которых он не строил, когда он ходил, проказа не было на стенах. Она потом в некоторых домах вдруг внезапно проявлялась. И тогда, значит, они призывали священника, но прежде чем призвать священника, они должны были вынести все из дома. Если они не вынесут, то когда придет священник и посмотрит, если он увидит, что это проказа, только он может определить, то все вещи, которые были в доме, их надо выбросить. А если они до объявления священникам вынесут все вещи, то когда священник придет, так как вещи были вынесены до его объявления, вещи будут спасены. Нужно было закрыть дом, не жить в нем, и штукатурку в этом месте соскоблить и вытащить камень этот, и выбросить, и поставить новый камень на это место, и снова штукатуркой замазать. И он должен 7 дней стоять. После 7 дней закрыто священник приходил, и написано, если язва опять на этом месте процветет, тогда нужно со всего дома штукатурку убрать, и опять сделать новую штукатурку, и закрыть дом опять на 7 дней. И если священник придет, и опять проказа будет, такие случаи бывали, тогда дом до основания нужно весь разрушить, и камни, и штукатурку, и все дерева, и выбросить за город в нечистое место, и построить новый дом. Вот такие вещи случались. Причина, потому что там жили ранее и другие люди, язычники, которые поклонялись другим богам. Земля, на которой они жили, принадлежала Богу. Они жили на Божьем основании, но они строили свои дома, и часто они в стены вмуровывали какие-то амулеты, каких-то маленьких идолов. И тогда, когда Израиль входил, он не знал, что там есть, но сатана имел причастие к этим веществам, к этому идолу, который там был. И тогда на этом месте Бог проявлял пятно проказы. И тогда нужно было ее выковырить. Если же проказа все время проявлялась, это говорится, что идолов заложили в основание дома. И тогда нужно было все убирать. То есть, все это идолы. То есть, повторяю, сегодня вы увидите, мы с вами много раз говорили, когда люди стремятся к материальному обогащению и находят в этом места Писания, не понимая, что мы не должны этого искать. Бог сам будет каждому давать столько, сколько он захочет. Одному он даст значит знание ведения бизнеса, а другому даст хорошую профессию. И когда человеку, который есть призвание быть хорошим профессионалом, захочет быть бизнесменом, у него ничего не получится. Потому что он не призван быть бизнесменом. Некоторые все хотят быть бизнесменами для того, чтобы иметь большие деньги. Но Бог не давал всем. Вы представляете, если Бог всех сделает бизнесменами, а кто будет работать на этих бизнесменов? Бог сделал и так, и так, для того, чтобы определить, что у каждого есть свое задание, даже в этом земном мире. Псалом 44, 11, 16. Я прочитаю, это уже знакомо для нас место. Слыши, через смотри, преклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего, его желай, царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему. Вся слава черри царя внутри ее. Одежда ее шита золотом. В испещленной одежде ведется она к царю. Испещленная это разноцветная. За ней ведутся к тебе девы-подруги, ее приводятся с весельем и ликованием входит чертог царя. Здесь говорится о том, для того, чтобы человек мог осветиться или отделиться, чтобы стены его дома не имели в себе элемента младенчества. Нужно было от этого младенчества отделиться. Принадлежность, когда вы принадлежите не только Богу, но и своему роду. И когда род может влиять на ваше служение пред Богом и говорить вам это правильно, это неправильно, это делай, это не делай, мы же твои родственники, я же твой отец или я же твоя мать. Когда ученики увидели во Христе Сына Божьего, они сказали Мураве, учитель, позволь, мы вначале похороним наших родителей, а потом уже пойдем за тобою, потому что наши родители им не открыто, они так не понимают. Мы не можем, а по закону мы должны их почитать. Они понимали, что почитать это похоронить их, не перечить, делать вид, что они служат так же, а потом уже, когда они умрут, тогда мы последуем за тобой. И он ответил им, представьте мертвым погребать своих мертвецов, а вы следуйте за мною. Никакого компромисса. Он показал, что почтение не в этом заключается. Итак, следующий вопрос. Какие условия необходимо выполнить, чтобы стены дома, в котором мы живем, могли быть очищены от проказа, от элемента младенчества? 1 Коринфянам 13, 9-12. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем, когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. И теперь говорится, когда я был младенцем, то по младенчески мыслил, по младенчески рассуждал, а как стал мужем, то ставил младенческое. Теперь мы видим, как бы сквозь тусло стекло гадательно, тогда жилецом к лицу. Теперь я знаю отчасти, тогда познаю, подобно, как я познан. То есть, здесь речь не идет о том, что здесь на земле и там вечности, как это неверно толковалось. Здесь речь идет, когда я был младенцем и когда стал мужем. Здесь речь идет о совершенстве. Когда вы отрекаетесь от младенчества, выходите из младенчества и становитесь мужем, вы уже негодательно, видите, младенцы гадают. Они говорят, если это Богу угодно, то он сделает вот так, а если это Богу не угодно, они не видят, они гадают. А совершенный человек не гадает, он знает, что угодно, что не угодно и делает, ему не надо гадать. Ему не надо гадать, вот если я сейчас пойду и там мне встретиться, или если вот так, люди делают какие-то предположения, а для совершенного не надо, он увидит сон противоположный, но он скажет, Писание говорит так, значит, этот сон не от Господа, не надо этот сон слушать. То есть, совершенные видят, им не надо гадать, они не видят гадательно, как бы сквозь туман, они видят все правильно. И поэтому вопрос, когда же настанет совершенное, то есть, ясно, по этому месту Писания, когда мы ставим младенчество и перестанем увлекаться всяким ветром мучения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. На протяжении всего Писания на самом деле народ Божий призывается к совершенству и эталоном, на который мы призваны равняться, является совершенство Бога, которое призвано обретаться через исполнение определенных условий. Матфея 5,48 «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». То есть, такая планка, такой уровень, когда мы слышим эти слова, либо они просто проносятся мимо наших ушей, но когда мы только начинаем сосредотачиваться, мы начинаем пугаться. Нет, быть таким, как Бог, как Отец, совершенно, это невозможно. В теле это невозможно. Но если бы это было невозможно, разве бы Иисус призывал к этому людей? Ведь Он сказал, если это было возможно мне, при наличии Святого Духа, это будет возможно и вам. Слово Божие говорит только то, что возможно. Если Он сказал «Итак, будьте», и это приказ, это не приглашение, то есть, это уже приказ своим ученикам. Это говорит о том, что Иисус может приказывать своим ученикам, как учитель ученику, Он приказывает. Поэтому, согласно Писанию и видимого творения, которое мы видим, Бог обладает абсолютной совокупностью совершенств. Бог совершен в своих делах, согласно Писанию. Он совершен в своих путях, в своей воле. Его закон, в Писании написано, совершен. Он совершен в знаниях, совершен в верности, в силе совершен, совершен в своей славе, в красоте, в чистоте, в святости, в любви и так далее. Евреям 12.2 «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший по срамлению и воссел одесную Бога». Совершителя веры, то есть Иисус совершенства. И мы должны взирать на это совершенство. Помните, мы говорили, то, на что мы смотрим, мы отображаемся в этот образ. Когда люди сосредотачиваются, вот смотрите, все люди, которые сосредотачиваются на порнографии, у них начинают низкие инстинкты настолько, то есть, развиваться, что они немедленно впадают в грех. И это заполняет их разум, и они не могут от этого избавиться, это мешает везде. Психологи говорят, что если человек слишком увлекается порнографией, он в конечном итоге становится импотентом. Это убивает в нем мужчину и женщину. Поначалу оно возбуждает, возбуждает, а потом оно убивает. Человек уже не находит ни в чем ни удовлетворения, ни покоя, и поэтому это как наркотик, это страшная вещь. Причина, потому что существует закон, то, на что мы смотрим, начинает входить в нас. Посмотрите, Ева согрешила, когда? Дьявол заставил ее посмотреть, обманул ее. Написано, она посмотрела и увидела, она взглянула. Почему жена Лота стала соленым столбом? Не просто потому, что она оглянулась, потому что она оглянулась и посмотрела. И не оглядывайся, чтобы не видеть, но она посмотрела, и вот этот образ захватил ее. Ей жалко было, когда мы смотрим, ой, как жалко расставаться с этим. Когда вы будете смотреть на совершенное, на Господа, все то умрет, и вам не жалко, ничего будет. Поэтому очень важно, на что мы смотрим. Далее, Евреям 10, 14, 7 говорится, ибо Он, то есть Иисус, одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Обратите внимание, условия, Христос одной жертвой собою сделал совершенными освящаемых. О всем свидетельствует нам и Дух Святый, что Христос одним приношением сделал нас совершенными. Ибо сказано, вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и грехов, и беззаконий их не вспомину более. Здесь нужно делать ударение не на то, что Бог не вспоминет грехов и беззаконий, а на то, что в сердце уже не будет греха, не будет беззакония. Он говорит, я вложу в сердце их и в мысли их законы мои, напишу их. Совершенство, когда я посмотрел, что такое совершенство в Писании, то очень много определений совершенства. И первое, что говорится, это одно приношение. Совершенство – это одно приношение. Потому что раньше было много приношений. Очень много жертв надо было приносить. И они не делались совершенными. Совершенство – это одно приношение. Это завершение и законченность, это праведность, это некая равновесие, сбалансированность и соразмерность, это вечная жизнь, это клятва, это полнота достоинств без греха и ошибок. А вот совершенный – это рожденный от Бога, пребывающий вечно, святой, непричастный злу, праведный, непорочный, отделенный от грешников, превознесенный выше небес. Вот это совершенный. Мы иногда говорим, что да, Бог посадил нас одесную и опять где-то внутри себя. Я не чувствую себя, как будто бы надо чувствовать. Вера же зиждется все-таки не на том, что мы чувствуем, а на том, что мы знаем от откровения Божьего. Итак, исполнение закона Моисеева, равно как и приношение в жертву многих животных, не делает нас совершенными. Евреям 10.1 Закон, имея тень будущих благ, они самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными, приходящих с ними. Видите, ни закон Моисеев, ни жертвоприношение не делали людей совершенными. Совершенство приходит через ученичество всякой премудрости Божией. Колоссянам 1.26.28 Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволел Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которой есть Христос в вас. Упование славы, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Чтобы человека поместить во Христа Иисуса, нужно его научить всякой премудрости. Поэтому через совершенство может быть достигнута, то есть цена, которую мы платим, чтобы на условиях Христа, на условиях Писания быть помещенным во Христа. И тогда мы в Нем будем совершенны, не сами по себе, а в Нем. Далее совершенство к нам приходит через познание Слова Божьего. 2 Тимофея 3.16.17 Все Писание Богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. То есть через Слово Божие, которое мы должны обязательно разбирать, размышлять, услышав проповедь, мы должны читать, размышлять в Писании. И тогда Слово Божие, говорит, человек будет освобождаться от элементов младенчества. Его стены будут перед Богом, на которых можно стоить палаты из серебра и дверь делать и облаживать кедровыми досками. Далее совершенство будет приходить к нам через решение забывать заднее. Филиппийцам 3.12.14. Говорю так не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос и Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. Это говорит о том, что нельзя основываться на победах сегодняшних или вчерашних, то есть на той близости, на тех откровениях, которые мы когда-то имели. Обратите внимание, когда люди начинают с ностальгии вспоминать, о, как Господь действовал вот тогда в наши ранние годы, или как вот тогда действовал, мы молились и Бог отвечал, это говорит о том, что они не забыли заднего. Павел говорит, я забываю заднее. У него было много, о чем можно было вспомнить, опереться и сказать, Бог через меня столько много дел сделал. Он говорит, я забываю заднее и стремлюсь к почести высшего звания. Поэтому совершенство это решение забывать заднее. То есть не надо на опыте базироваться. Мы с вами много раз говорили как-то об этом, была серия проповедей, что Бог оригинален. Если бы мы опирались на то, что происходило в прошлом, мы опирались бы сегодня на это. Это говорило, что мы не имеем оригинала, а имеем копию. А нам нужен постоянно. Там был оригинал, здесь будет оригинал. Если сегодня вам Бог дает победу, как он Давиду давал победу, говорит, Господи, предаш ли мне вот это воинство, которое более сильное и многочисленное, чем мы. Он говорит, предам, выходи прямо навстречу к ним. Давид вышел навстречу и победил. На другой раз он опять вопрошает Бога. Опять те собрались и опять пошли против. Он говорит, Господи, предаш ли их или нет? Он говорит, предам, только на этот раз зайди со стороны Тутовой рощи, и когда услышишь шум по вершинам Тутовых деревьев, знай, что я пошел впереди, тогда двигайся. И каждый раз Бог давал разные. Почему Бог не давал такую копировку? А вот как ты вчера делал, так же делай и сегодня. Совсем другое. Уповай, как вчера ты уповал, так и сегодня уповай. Но стратегия будет разная. Бог оригинален, Он не подает копии, Он только оригиналы подает. Вот почему важно забывать заднее, чтобы Бог вам дал нечто новое сегодня. Когда я эти вещи усвоил, именно в стратегии, я стал молиться, и Бог мне поставляет постоянно оригиналы. Я их ожидаю. Я не действую так, как было вчера. И я ожидаю, и Бог дает мне оригиналы. Далее совершенство дается, или условие, чтобы стать совершенным, через отречение от зависимости материальных благословений. Матфея 19, 21. Иисус сказал ему, если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое, и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи и следуй за Мною. Обратите внимание, это не значит, что всем нам, для того, чтобы стать совершенными, сейчас пройти все продать и пойти. И здесь имеется в виду полностью, то есть, чтобы мы были независимы от этого. Сделай решение не зависеть от этого. И начни совершенно по-другому смотреть на богатство, начни его правильно им пользоваться. И тогда будешь иметь сокровище на небесах, приходи и следуй за Мною, если хочешь быть совершенным. Далее, согласно Писанию, следующее составляющее. Совершенство – это условие через обличение в любовь. Мы должны облечься в любовь Агаппи, в любовь Божию, которая совершенно не похожа на человеческую любовь. Колоссянам 3, 14. Более всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Совокупность совершенства. То есть, для того, чтобы понять, какая любовь Божия, надо смотреть, как себя ведет Бог, как Он любит. Обратите внимание, Бог ненавидит нечестивого и не любит нечестивого. Поэтому брать любовь Агаппи направлена только на тех грешников, которые мучаются от греха и хотят освободиться. Бог любит грешника, но между грешником и нечестивым есть разница. Нечестивый – это сатана во плоти. Грешник – это человек, уязвленный грехом, страдающий от греха. Нечестивый от греха уже не страдает. Он пьет грех, как воду. Это его вода, это его пища. Это сатана во плоти. Поэтому, как Бог любит? Мы должны любить все то, что любит Бог, и так, как любит Бог, и ненавидеть все то, что ненавидит Бог. Любовь Божия не слепа. Я приводил некоторые поговорки, как мир рассматривает любовь. Потому что человеческая любовь – эрос или филию, или сторги, то есть любовь по крови, сторги, то есть филия – такая душевная любовь. Эрос – это эротическая любовь. То все эти три вида любви – они слепы. Поэтому они говорят – любовь зла, полюбишь и козла. А вот Божья любовь – она добра, и козла не полюбит. Она любит только Господа и все то, что любит Бог. Она разумная, она зрячая, у нее есть глаза. Она святая, в первую очередь. Эта любовь не святая, человеческая. Ради любви люди идут на предательство своей родины, на предательство своих родственников. И из любви иногда к проститутке люди теряют свою жизнь все и продаются. Или просто за красивую девушку, или за красивого мужчину. Но в Писании все это не имеет значения. То есть здесь говорится облечься совершенно в иного рода любовь. Любовь Агапи. Далее совершенство достигается через бесстрашие. Человек платит цену, чтобы обладать бесстрашием, мужеством. 1 Иоанна 4, 18. В любви нет страха. Но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Здесь речь идет о степени любви Божией Агапи. И когда человек поистине влюбляется в Бога, то вот эта любовь Божия Агапи вытесняет страх. И я много ранее изучал историю христианства. И там находил, когда знаменитости, герцогини или люди царского рода, которые боялись паучков, женщины, были очень изнежены. Если мышку увидит, в обморок упадет. И когда они влюблялись в Господа, их осуждали на смерть, на растерзание диким зверям. И выводили их. Они выходили и пели. Языческий мир был изумлен. Что это за сила? Мудрецы, философы говорили, что это такое? У них не было в психологии возможностей изменить психику человека. Как девушка, вскикивая от появления паучка, идет на зверя и поет? Что это за сила? Любовь к Богу. Она идет на смерть, и она бесстрашна. Настоящая любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Далее совершенство обретается через самоочищение. 2 Коринфянам 7.1 Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем. Мы будем когда-то далее разбирать этот вид воды, которым мы призваны очищаться, которую мы призваны сами обретать, где не участвует кропление. Потому что пятиграйное служение окропляет, но чтобы мыть одежду, мыть тело, здесь пятиграйное служение не участвует. И здесь написано обетование, имея такие обетования, то есть Слово Божие, когда мы в нем видим и знаем, что нам делать. Нам не нужно, чтобы кто-то нам говорил, это можно, а это нельзя. Мы сами знаем. Далее совершенство также достигается через наблюдение за своими словами, когда мы наблюдаем то, что мы говорим. Не вначале говорим, а потом думаем, а вначале думаем, а потом говорим. Иакова 3.2. Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в Слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. То есть, оказывается, совершенство можно достигнуть. Там далее говорится у Иакова, каким образом его можно достигнуть. Передать бразды правления своего языка в руки наездника, то есть Святого Духа. И когда Святой Дух управляет нами, а язык управляет, слова управляют, то тогда мы будем говорить только те слова, то есть, которые можно говорить, знать, когда говорить, и будем направляемы правильно Богом. Далее совершенство находится в силе Божией. Господь сказал мне, 2 Коринфянам 12.9, «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи, и потому я гораздо хоть не буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». То есть, отказаться от всех своих преимуществ, стать немощным добровольно, отказаться, не потому что мы немощны и не можем что-то сделать или подумать, мы отказываемся в пользу ума Христова от опыта своего ума. Мы отказываемся от многих вещей, чтобы стать вот такими, чтобы обитала сила Божия. И сила Божия делает нас совершенными. Есть еще много составляющих, но я думаю, на сегодня достаточно того, что мы услышали, каким образом мы можем прийти к совершенству, чтобы стены нашего дома стали свободны от элементов младенчества и чтобы исцелиться от проказы и стать чистыми. Потому что мы можем быть отличными воинами, но прокаженными. И Господь хочет исцелить свой народ от проказы, потому что проказа – это сама по себе еще не смерть. Господь наблюдает. Все мы соприкасаемся то с мертвым, то с нечистым, то с элементами младенчества, и всем нам необходимо очищаться. Мы сейчас будем молиться, и все желающие быть очищенными, если вы увидели, что в какой-то сфере, в какой-то области Дух Святой коснулся вас, и вы это увидели, вы можете прямо сейчас получить очищение, свободу. Это акт веры, акт послушания. Мы ждем вас, склоним колено, будем молиться, и желающие получить свободу, мы будем молиться о вас, мы просим вас выйти сюда наперед. Я сейчас буду молиться вместе с вами вашей молитвой, и прошу вас глубоко верить, что Бог настолько любит вас, что готов бросить в бездну забвения ваши согрешения, ваши ошибки, покрыть ваш позор, избавить вас, защитить вас, и облечь вас в самого себя. Глаза закрыты, ладони подняты к небесам, или открытый знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он дает вам. Молитесь со мной, небесный Отец, во имя Иисуса Христа. Я прихожу к тебе с моей болью, сердечной раной, поруганным достоинством, попранной честью. Прошу тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, исцели мою рану, защити меня, возьми мой позор. Я принимаю Твое Слово в предчистой крови, Сына Твоего. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши, и беззакония ваши, во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим, и помилует тебя, и додаст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи, и десятки тысяч, одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения, на тебя и на потомство твое, и исполнятся на тебе, и весь народ да скажет. Аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения, и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего. Слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.